что мы все лукашенко до лукашенко у нас есть гораздо более опасный враг и это естественно московская федерация называемая россией так вот она убивает не только в украине она готовится убивать не только в беларуси пуша беларуси все еще судя по всему предстоит но давайте спорим вспомним что россия уже шесть лет сегодня ровно шесть лет российской военной агрессии в сирии когда путинский режим поспешил на помощь к сирийскому маньяку кровавому убийце собственного народа асаду против которого восстала вся сирия и помог маньяку остаться у власти российские бандиты в сирии нанесли по мирным сирийским городам по женщинам по детям по старикам 5600 авиаударов убили покалечили сотни тысяч людей миллионы сделали беженцами российские убийцы разбомбили 222 школы и 207 медицинских учреждений это я с джазира сейчас вычитал разбомбили 60 рынков работающих с работающими на них людьми как тут не припомнить обстрел российскими градами опять-таки российские бандиты в мариуполе вспомните пятнадцатый год если я не ошибаюсь когда они нанесли удар по рынку в мариуполе и убили там около 30 человек среди них дети ничего нового россия не выдумывает убийство 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 и еще убийство больше ничего и так так же как они разбомбили рынок в мариуполе в украине они точно также разбомбили 60 рынков в сирии русские наемники в сирии совершили три тысячи триста пятьдесят семь массовых убийств то есть это не речь идет о том что когда они убили одного человека это речь идет о том когда они совершали что-то типа того что гитлеровцы совершили в той же хатыни и таким образом они получили в награду от вурдалака сада базу хмеймим там рядом с средиземным морем еще раз подтвердилась старая истина о том что в друзьях у россии но кроме ее армии и военно воздушных сил или флота что они там считают своим союзниками в союзниках у россии исключительно убийцы террористы бандиты и всякие военные преступники ну типа асада мадуро лукашенко саддама хусейна каддафи и прочих выродков рода человеческого которые тысячами сотни тысяч сотнями тысяч уничтожали собственный народ просто ради того чтобы продлить свою никчемную власть вот сегодня мы вспоминаем сирию хотя там все еще впереди там асад до сих пор у власти его поддерживают все те же российские оккупационные войска и ситуация там куда хуже чем в украине потому что сирийцам в отличие от украины которой есть чем ответить оккупанту потому что украины есть настоящие вооруженные силы есть военно-морской флот есть военно-воздушные силы слава богу все есть и поэтому оккупант тут у нас немножечко присмиревший а вот в сирии они творят все что они хотят убивают налево убивают направо поскольку там они выражаясь украинским языком ведут в дело в войну против добробатов понятно что у тех нет просто-напросто такого вооружения такого оснащения чтобы остановить путинские банды и они продолжают там убивать людей выполняя собственно говоря две задачи первое оставить у власти упыря асада вторую задачу наполнить наполнить беженцами и без того лопающиеся от наплывов от наплыва незаконных мигрантов европу что у них и успешно пока что получается